В принципе, 7 ноября я даже в огоньках никогда не участвовала. Не потому, что именно сейчас к этому так относятся. Может, для кого-то это праздник. Но для меня... Тем более, что танки всё время тут ездили. Праздники, настоящие праздники, они всегда были с человеком. Если они связаны с душой человека. Вот выдуманные праздники, они никогда не были. Это праздники души. Праздником души не было. Праздником желудка... У нас часто были в своё время праздники. Столько праздников надуманных, где просто люди пожрать, выпить. Вот это повод был. Такие праздники, как Рождество, Пасха, Новый год, День рождения, День свадьбы. Но мы даже не думая, это праздник души. Когда мы на что-то надеемся, есть мечты, желания, вспоминаем что-то о прошлом. Вот это праздник. Вот я, например, праздную один праздник, который я сама себе придумала. Это первый воскресенье весны. Ну, уже многие знают об этом празднике. Мои друзья, во всяком случае, и новые там люди. То есть не первый день весны, а первое воскресенье весны. В этот день, как правило, прекрасная погода. Всегда как-то, ну, мы планируем это что-то каждый раз по-новому. Но здесь собираются в один из часов утра, обязательно с жёлтыми цветами. Все, кто знает об этом празднике. Потом у нас традиционный проход по улице, когда мы дарим эти цветы самым угрюмым людям. Ну, дальше мы ещё что-то придумываем. Но этот праздник какой-то святой для меня. Он тоже связан, потому что у меня всё-таки день рождения. Я как бы воскресаю в этот день. Вот. И скажу вам, что праздники делать всё труднее. Трудно порою преодолеть вот эту стену людей, достаточно отчуждённых от праздника. То есть первые минуты, ну, нет праздника у них в душе. Они приходят, они купили билет абсолютно любимых артистов. Но это состояние души очень трудно им приобрести, потому что оторваться, в принципе, от повседневных забот. И от каких-то, честно говоря, повседневных уже огорчений. От постоянных напрягов каких-то. Это очень сложно. А я помню то время, когда у меня, например, на душевне праздник, я выхожу на сцену, как гляну на людей. Они пришли веселиться, понимаете? Что-то легче как-то воспринималось в жизни. Или что-то было устоявшееся. То есть то, что мы говорим, застойным. Для меня это было какое-то устоявшееся. Люди знали, что они так живут, и никак по-другому они жить уже не будут. Уже хуже, уже некуда. И тут у них есть... А лучше не дадут. Я чувствую, у меня самое возбужденное состояние, потому что я чувствую, что ожидание праздника все-таки уже состоялось. Этот период есть. Вот этот праздник, можно сказать, у Белого дома, праздник Победы. То есть свершившийся какого-то преодоления барьера, несвободы и свободы. Но опять, придумать этот праздник, определить свое состояние души можно. Но если мы сейчас будем каждый год праздновать этот праздник, который состоялся у Белого дома, то еще неизвестно. То есть его надо поддерживать тогда. Каждый день. Своим трудом, своим желанием, каким-то вкладом, чтобы этот праздник состоялся. А то опять будет разочарование. Это хуже нет вообще. Спасибо.